В эфире новое цифровое телевидение, с вами Андреева Елизавета, здравствуйте! В Налоговый кодекс Российской Федерации внесены изменения, связанные с декларированием на добавленную стоимость. Налоговая декларация, предоставленная на бумажном носителе, теперь не будет считаться действительной. В 2015 году в силу вступают кардинальные изменения, которые направлены на установление более качественного уровня взаимоотношений налоговых органов и налогоплательщиков. Все уже знают, что у нас с 2014 года налогоплательщики НДС представляют декларации по налогу на добавленную стоимость в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Но дело в том, что у нас за 9 месяцев 2014 года не все налогоплательщики, на которых возложена такая обязанность, представили декларации в электронном виде. Около 3% плательщиков представили декларации на бумажном носителе. С ними со всеми мы, конечно же, провели разъяснительную работу, указали именно те негативные последствия, которые наступят в 2015 году. А последствия будут очень серьезные. В случае, если в 2015 году лицом, на которого возложена обязанность в электронном виде представляет декларацию, представит ее на бумажном носителе, то налоговый орган будет вынужден приостановить операцию по его счетам в банке. А это уже серьезная мера, она ограничивает хозяйственную деятельность налогоплательщика. Поэтому мы еще раз призвали, в том числе и сегодня, всех перейти на электронное декларирование по налогу на добавленную стоимость. В 2015 году вводится расширенное электронное декларирование по НДС, то есть фактически налоговая декларация, она будет включать в себя сведения из книги покупок и продаж. То есть раньше декларация содержала только итоговые цифры, сейчас это будут сведения из книги покупок и продаж, то есть фактически сведения о каждой хозяйственной операции налогоплательщика. Но это вовсе не значит, что будет какая-то дополнительная нагрузка налогоплательщика. Напротив, Федеральная налоговая служба вот этими изменениями, она пытается сделать процесс камеральной проверки более понятным налогоплательщику, исключить человеческий фактор. Поскольку все эти сведения, они будут обрабатываться в электронном виде, будут находиться расхождения и уже именно в электронном виде автоматически будет определяться необходимый объем контрольных мероприятий. То есть если раньше по каждой декларации работал инспектор, и именно он определял объем контрольных мероприятий, которые необходимо проводить, то сейчас это будет происходить автоматически. При этом у налогоплательщиков, как это было раньше, не будут запрашиваться ни счета фактуры, ни договоры, ни акты приема-передачи, как у самих налогоплательщиков, так и у их контрагентов, что существенно снизит количество встречных проверок и административную нагрузку на предпринимателей. О переходе на обязательное электронное взаимодействие с налогоплательщиками. Что это означает? С 2015 года налогоплательщики должны будут обеспечить прием от налоговых органов всех документов, которые используются последними при контрольных мероприятиях, в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. При этом должны будут после получения этих документов в течение шести рабочих дней отправить квитанцию в налоговый орган. Ненаправление квитанции о получении определенных документов будет являться основанием для приостановления операций по счетам в банке. Поэтому еще раз хочу акцентировать внимание на то, что с 2015 года налогоплательщикам необходимо создать у себя ежедневный мониторинг документов, которые поступают от налоговых органов в электронном виде, чтобы исключить негативные последствия, ну и перейти на конструктивное взаимодействие, чтобы своевременно представить налоговому органу пояснения, документы какие-то и избежать производства по делу налогового правонарушения. Управлением Федеральной налоговой службы по республике Хакасия совместно с региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» 25 декабря проведен круглый стол, на котором обсуждены кардинальные изменения налогового законодательства, в том числе части администрирования НДС. Я считаю, что налоговая служба сделала, это вот здесь мы собрались, здесь мы стали обсуждать этот вопрос, я думаю, что эта ситуация будет и дальше продолжаться, то есть активно участвовать. Это даст нам сегодня возможность действительно выходить на федеральный уровень с законодательной инициативой, вот те вопросы, которые сегодня у нас есть. Это те, что сегодня темы однодневки, которых сегодня они нарушились, предприниматели взыскали штраф, получается, а он перерегистрировался в другую региону, там работают. Этот вопрос очень серьезный, то, что сегодня и налоговая здесь высказала, что сегодня правоохранительные органы к этому вопросу никто не принимает, никаких мер. Это вот в данный момент, я считаю, что это наша задача опора России в дальнейшем решать эти вопросы. Цель проведения совместного круглого стола – построение конструктивного диалога с налогоплательщиками в устранении любых неясностей, возникающих при взаимоотношении с налоговыми органами. Такие мероприятия, безусловно, полезны для предприятий, так как они помогают определить на начальном этапе все возникающие вопросы и, возможно, решить какие-то проблемы.